У нас есть лучший вратарь МКС, это Хея, и мне интересно, а давайте возьмем лучшего вратаря, который сегодня победит, и столкнем их в битве вратарей. 10 тысяч лайков, я договариваюсь об этой съемке. Финал битвы вратарей. Тот самый финал, которого мы ждали, ну почти год, да, мы уже снимаем эту битву вратарей. И сегодня у нас битва вратарей Тодротс на канале. Егор, джасткипер, которого все называют Джуси, и Андрей Бондарь, которого все называют Дрюбс. Я думаю, что это будет крутая заруба, и я очень надеюсь, что это будет крутая заруба. В этот раз мы решили сыграть нашу классическую битву вратарей, но на большем расстоянии ворот друг от друга. Сейчас вы увидите правила, а мы погнали. Финал битвы вратарей. Финал будет выглядеть как наша классическая битва, когда двое ворот ставятся друг напротив друга, но в этот раз мы поставили их на расстояние 20 метров. Первый вратарь начинает игру и бьет второму поворотом. Если тот отбивает мяч перед собой, игру можно продолжать. Ловить можно только первым касанием. Если первый вратарь забивает гол, он снова берет мяч и делает удар. Если же он промахивается или второй вратарь отбивает за линию, уже второй вратарь начинает свою атаку. Четыре раунда. Раунд заканчивается в тот момент, когда один из вратарей забивает 10 мячей. Битва вратарей это, конечно, супер. А как насчет битвы с миллионами реальных игроков по всему миру? Прямо у вас в телефоне. Я и в детстве не часто играл в игры, сейчас и подавно, но если я во что-то играл и играю, то это RPG. Так давай присоединяйся ко мне в одной из лучших мобильных RPG Raid Shadow Legends. Почему RPG? Да потому что ты берешь персонажа, ты его прокачиваешь, ты постоянно должен за ним следить. Мне нравится в играх, когда есть постоянное развитие, в общем-то, как и в жизни. Когда есть реальные игроки, с которыми можно взаимодействовать. Игра, которая заставляет тебя заходить туда постоянно, следить за тем, что дальше происходит. Мне кажется, это гораздо интереснее, чем разовая и линейная история. Тем более, что в этом месяце у Raid огромное количество мероприятий и событий, в том числе полностью забитый график на Хэллоуин. А это и большие награды и события, турниры с другими игроками, специальные события с частицами, чтобы получить новых легендарных героев. В том числе одного очень жуткого героя Хэллоуина, и это не Фидос. Raid стал больше, насыщеннее и лучше, чем когда-либо, поэтому сейчас идеальное время для старта. Ну и давай вместе с тобой зарубимся, меня в игре найти очень просто. Мой ник Спириков. Просто пишешь мою фамилию, находишь меня в игре. Мне кажется, это очень прикольно, встречаться со своими подписчиками не только в жизни, но и в онлайн-игре. Каждый ваш переход по ссылке под видео поддерживает наш канал в развитии. А вы сами видите, что лучшие видосы еще только впереди. Переходи обязательно по ссылке под видео, ведь ты поможешь не только нам, но и получишь бонус. А бонус это один древний осколок, 200 тысяч серебра, бустер опыта, колбы пополнения энергии, а также крутого эпического героя Чонору в качестве бонуса. Бонус будет доступен только следующие 30 дней. Качай игру обязательно по ссылке под видео, ну или если вдруг ты смотришь с компьютера, вот тебе QR-код, все просто, технологично и быстро. Качай, присоединяйся ко мне в Raid Shadow Legends. Очень рад, что попал. Я думаю, достойно я заслужил. Я надеюсь на очень красивую игру, потому что Егор хорошо бьет. Я думаю, должно быть много сейвов, много хороших голов, много борьбы. Я думаю, будет на очень напряженный ролик. Есть вам мнение? Сюда ехал, нет. Вот сейчас небольшое появилось. Но я думаю, сейчас как только ты скажешь начали, оно пропадет. Рад, что ты тут оказался. Ожидаю выиграть. Что еще могу ожидать? Я еще ни одну битву не проиграл. То есть, что я на Тодроц выиграл, за 100к выиграл. И вот третья битва, которую я должен выиграть обязательно. После той пяти вратаре с Родионом я слег на две недели. Вот первый раз вышел на поле и у меня поясницу продуло. Две недели мяча вообще не трогал. Раз, два, три. Раз, два, три. Ча. Три, два, один. Погнали. Есть 1-0. Но я за Егор. Ну, понятное дело. Ты же не с Дрюбсом сюда приехал. Ус-дурова. Но вот эти промахи могут все решить на самом деле. Здесь частные даже не сейвы решают. Но в целом я прям жду хорошую зарубу, если честно. Ус-дурова прям хорошо положил. 2-0. Он потный. Играем. Ус-дурова. Слушай, это было прям здорово. Первый раз такое. Нет, чтобы в потолок первый раз вообще попало. Ай, можно играть. Здорово. 2-2. О, как сейчас хорошо положил. Очень здорово. 4-2. Вот так вот. Неожиданно может быть, но 4-2. Нагнуться не могу, сука. Здорово. 5-2. Вот сейчас вот он реализовал такой же момент, который вначале не реализовал. И все, и уже 5-2. Продолжаем. Вот это сейчас, конечно, ты хорошо промахнулся, Андрюха. И без, значит, просто шлеп нога, отличное слово. Ай, читать пошел. Не ту страницу открыл. Здорово. Умница. Прям, блин, это классно. А, Егор тоже читать пошел. 6-3. Здорово. Это прям такой удар. Отлично, отлично, отлично. Здорово. Вот, видишь, тоже. Отлично. 6-4. Если бы уголок такой полетел бы сейчас. Очень было бы тяжело, да. Ой-ой-ой. Это прям молодец, а насидит. Прям, я бы хотел сказать. Здорово, Дрюхс. Ну, тут только, знаешь, тебе Егору больше надо догонять. Догнал. Он с ряпунской. Да, кстати, тут такое. Здорово. Здорово, вау. Да вот он зря уже завозился. Он уже очень завозился. Сейчас еще ворота, представляешь? Офигеть. Блин, да вот он завозился же. Здорово. Продолжаем. Блин, Егор реально, кстати, чуть себя не сплавил, когда догнал здесь. Да, да. Но Дрюхс сам себя сплавил в итоге. 6-6. Но зато вынос на центр поля. Здорово. Ладно. Дрюхс сам себя сплавил. Да, да. В целом, ожидаемо. Да, да. Я тоже. Я понимал, что это достаточно два равных противника, и не вряд ли тут будет такая игра, чтобы кто-то был калимбр. Да, все будет. Здорово. Можно играть. Да. Рыбалка. Ай, гадань, пошел. 8-8. Ноздря в ноздрю. Да. Ноздря в ноздрю. Просто так. Не отпускают никто друг друга вообще. Вообще никто друг друга не отпускает. 8-8. Ровно. Опять очередной вот такой момент. Да, 8-9. Первый раунд, Егор. Я люблю друга. С ним приятно играть. Это, конечно, очень потная карта бывает сейчас. Очень потно. В плане того, что мы в манеже. Да. И тут у меня вот где язык находится. Да, да. Вся тяжелее, я согласен. У меня первые разы видно, как я себя жалел. Вот как будто, знаешь, надо, а я этого не делаю. Это заукнулось мне. Чуть наелся. И это тоже сказалось. Бля, я умру. Какие, бля, четыре раунда? Я приехал, думал, сейчас типа два раунда сыграем и уедем. Четыре раунда в итоге. Я в шоке. У меня уже ноги, знаете, как после болезни выходишь, по лестнице поднимаешься долго и ногам все, да, сразу. У меня сейчас то же самое с ногами. Не знаю, как еще три раунда буду играть. Три, два, один. Погнали. Вот так и все обидели. Да, согласен, согласен. Но Дюкс это было совсем далеко. Здорово. Один ноль Дюкс. Опять у него такое же. Здорово. Ух ты, как сделал. Смотри, он подбросил. Офигеть. Два-один. Доже, доже. Смотри, слушай. Не было в первом раунде столько промахов. Что-то пацаны наелись как будто бы. Третий? Должна твоя мускулистая. Опа. Три-два. Какие-то вовремя подошел. А вот что ты думаешь по поводу финала? В смысле, кто победил? Да. Мне кажется, они оба. Я удивился, что Дрюкс в финале. Я думал финал какой-нибудь, наверное, будет Родион Егор. А это был полуфинал. Да. То есть они такие, знаешь, выпали два соперника, которые в финале уже не попадутся. Но он человек до этого и выиграл, получается. Опа. Три-три. Почему этот человек не бьет штрафные? Потому что мы только в битве ртарей все пизды. И когда мы ролик со штрафными записывали, это жопа была полная. Я когда собрал, сколько там, шесть или семь вратарей, мы все по воробьям били. Это вообще кошмар. На пять, четыре, три. Четыре, четыре. Зашло. Я тоже думал мимо. Здорово. Пять, четыре. Здорово, Дрюкс. Очень хорошо. А это финал? Да. Ой, как за чудо. Здорово. Браво. Вот это не очень хорошо. Опа. Я тоже готов. Нет, я говорю, он влево не умеет бить. 8-5. Очень хорошо. Все морально. 8-6. Это очень хорошо было. Здорово. Браво. Очень хорошо. 8-7. 7-8-7. Катар. Здорово, здорово. Где тут Катар? Все, блядь. Отчет, отчет. Отчет, отчет. Отчет, отчет. Мне надо повторить. С левой, с левой. 8-9. Хорошо, все. Второй раунд, Егор. Ты просто смех. У тебя второй камбэк получается? У тебя второй камбэк получается? В камбэк, если надо набирать, можете мне звонить в конце. Не могу вообще. У тебя потому что прям и сейвы-то хорошие есть, и вот эти вот почти сейвы, вот это самое обидно. Соберись просто, тебе не хватает немножко собранности. Ты начинаешь вести вперед и отпускаешь эту игру, ты расслабляешься. Давай, мужик, соберись. 3, 2, 1, поехали. И сразу 1-0. Этих раундов. Не сказал бы я, что прям в одни ворота? Представлял? Нет, до этого все раунды флирум. Да. Но если сейчас Дрюксу соберется, мы увидим игру в одни ворота. Да. Да. Только ладно, надо было брать. Ну это дымба, конечно, тоже не надо. Ни всегда. Очень часто про мое, они такие, прощают друг другу. Качество отличное. Ой-ой-ой. 4-1. 4-1. Ну пока... Пока сейчас, да, прям вот этот раунд прям по батареально войдет. Здорово Дрюкс, отлично. А вот опять два. Здорово. 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 Сейчас хорошая ловля Кадыком. Тут Рабона еще не было, ты говоришь? В прошлом была. Он вышел один на один и вот так хотел забить, и так и промазал. Он еще кладет так, что знаешь, Дрюкса и не спросишь. Ну то есть, ну вот... Дрюкс, а че ты не отбил девятку вот сейчас? Здорово. Здорово. Ну и Егор уже даже не пытается это догонять. Здорово. Здорово. Поздравляем. Победа, ребят. Финальный, но у Луком хотел бы я по нынке, но это через чур. Вот. Очень устал, честно. Ну что, поздравляю тебя. Спасибо большое. Вполне заслуженная победа. Ничего сегодня шло, не знаю. Сам себя прохоронил, конечно. И Егор отлично бил, и я просто ужасно. Это никак не объяснил. Все зависит от тебя, как ты бьешь, как ты играешь в ленточки. Все подтвердят, что все нормально у меня до этого шло, кроме этого дня. То есть это, скорее всего, волнение. Вот и сказалось на сегодняшнем поражении. И я понимаю, что надо сейчас два забивать и забирать раунд. И просто по небесам. Вот кому не обидно было бы проиграть этот Дрюксу? Потому что мы вдвоем из Тудроц. Это мой братишка. Вот. И поэтому я хочу отдать Дрюксу пятнашку. Он заслужил сто процентов. Дрюкс! Такой красивый Дрюкс! Давайте похлопаем. Посмотри, как он доволен. Дрюкс, слушай. Да он заслужил реально. Тоже до финала дошел. Ты молодец. Реально очень все достойно. Ну, он реально очень хорошо и достойно боролся. Сегодня была битва достойнейших соперников. Давайте мы сами друг другу поаплодируем. Это было реально классно, несмотря на то, что у нас есть один расстроенный и один очень счастливый человек, который... С больной спиной. С больной спиной, но все-таки победил в этой битве вратарей. Друзья, мы рады завершить этот сезон битвами вратарей. Год. Год шла. Год шла. Я вам напомню, что если вы поставите под этим видео десять тысяч лайков, то мы сделаем битву вратарей формата 2 на 2. Можно будет подбиться на такие же ворота, но чтобы уже было двое вратарей. Обязательно ставьте лайк, даже если вы не хотите битву 2 на 2. Просто чтобы поддержать этот классный турнир, который, надеюсь, вам очень зашел. Обязательно подписывайтесь на наш канал. Обязательно покупайте перчатки на gkstore.ru. Ну а Егору я сейчас переведу его заслуженный приз. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.